Итак, дорогие друзья, здравствуйте! Снова добро пожаловать на мой мастер-класс, посвященный росписи шелка. Этот мой мастер-класс я посвящаю теме пошива, раскроя вещи из шелка, расписанного нами вручную. Итак, я расписываю шелк почти исключительно для изготовления вещей, которыми мы впоследствии будем носить. Платье, блузки и так далее. В связи с этим, конечно, есть очень много факторов, которые необходимо учитывать при этом. Итак, в данном случае поступил заказ на блузку, которая также давно уже выложена в интернете. я заказала шелк и буквально от этого момента получения шелка до момента, когда вещь полностью будет готова и отправлена, я снимаю видео и по ходу дела попытаюсь рассказать вам все, что важно в этом процессе. То есть не только специфика раскроя, специфика рисования с учетом уже будущего заказа, но и также попытаюсь осветить некоторые финансовые стороны вопроса и вообще, скажем так, то, что для нас очень важно, это специфика работы с заказчиком, потому что, конечно, от этого зависит успех нашего дела. Итак, вот я получила шелк, у меня просто, в данном случае заказано 2 метра шелкового сатина, и так мы приступаем к работе. Итак, друзья, приступим сразу же к первому шагу. В первую очередь, когда мы запланировали определенную вещь, получили заказ или просто для себя что-то задумали, мы должны знать, какого размера шелк нам необходим. Естественно, это мы вычисляем, когда объясняем, какой размер, какая длина, какая ширина изделия у нас будет. И прежде чем приступить к росписи, мы в первую очередь должны иметь, естественно, необходимое количество шелка, и сразу же нам нужен наш рисунок, который мы хотим расположить на шелке, и обязательно должна быть готовая рисунка. В первую очередь, естественно, мы будем расписывать ту наиболее ответственную часть шелка, на которой будет расположен рисунок. Зачастую на спинке, на рукавчиках, на воротничке этого нет, но вот самая важная для нас основная часть должна быть запланирована особенно тщательно. Итак, я выяснила, что размер изделия, которое мне заказали, это размер 48, я создала выкройку, и у меня уже давно есть вот такой вот трафарет рисунка, многократно уже использованный, то есть это всегда хранится, и я чуть-чуть корректирую его в зависимости от того, какого размера будет вещь. Итак, вот у нас будет такая орхидейка. Нам, конечно же, очень важно рисунок расположить верно на ткани, так, чтобы мы потом не имели трудностей. Как мы это делаем? То есть на рисунке у нас есть осевая линия, да, то есть веточка орхидейки чуть-чуть вбок так пластично у нас уходит, то есть нам нужно, чтобы она действительно не была слишком сильно сбоку или не была по центру что-нибудь красиво, то есть нам нужно повторить именно этот наклон, поскольку заказчик видел фотографии уже в интернете именно с таким вот расположением рисунка, он этого от нас и ожидает. Исходя из этого, очень важно на вашем образце заранее иметь осевую линию, то есть это будет линия центра изделия. Вот она у меня здесь есть, из нее я исхожу, но нам нужно найти эту осевую линию на самом шелке. Итак, вот у нас есть выкройка размера необходимого нам, сразу же нужно учитывать то, что в процессе фиксирования шелка, в процессе стирки глажки у нас он немножко садится, то есть всегда я делаю небольшой запас. Естественно, необходим еще и запас на швы. Итак, я вижу, что длину я заранее отменила, какая мне необходима, в данном случае это получился метр, ширина у нас будет вот приблизительно такая. То есть я посмотрю, где мне расположить, небольшой запасик оставлю здесь, следовательно потом у нас вторая половинка ляжет сюда, то есть вот где-то так это у нас будет. Касательно длины, очень важно знать наши ограничения. Естественно, заранее это обговаривать с заказчиком, чего я не сделала в данном случае, к сожалению. То есть в интернете выложена туника, я ее делала длиной 80 сантиметров. Иногда людям бывает нужно подлиннее даже достаточно часто. Во-первых, я не обговаривала заранее цену, то есть я трачу больше шелка, чем запланировалось. Вот эти аспекты нужно учитывать заранее, все, что необходимо заранее выдать информацию о той вещи, которую вы можете выполнить. И так у меня получилось, а рамка у меня шириной только метр. У меня получается небольшой кусочек, пара сантиметров остается здесь не задействована и сразу я расписать это не смогу. То есть я еще и потрачу время из-за того, что я буду передвигать шелк во время росписи по рамке. То есть вот это очень важно знать. Если я неосторожно указала любая желаемая вами длина, то я, получается, сама себя немножко подставила. Итак, мы знаем, что центральная линия нашего рисунка может проходить приблизительно. Приблизительно здесь это будет хорошо. Здесь мы немножечко отступили. Пару сантиметров на случай посадки шелка и на случай, если мы посмотрим, потом сколько у нас уйдет с шелфа. Итак, здесь мы закрепляем одну ниточку. Вот. Ну так это, по крайней мере, так я это делаю обычно. И введем ее на ту сторону шелка. Лучше всего, чтобы у нас не было никаких оказий, это отмерить уже сантиметры. Итак, мы посмотрим, что здесь у нас от кромки шелка ушло 47 сантиметров. Здесь же мы отмерим те же самые 47. То есть чуть-чуть перецепим иголочку вбок. Отмеряем те же 47. И здесь закрепляем второй конец нитки. То есть все, что касается батика, все, что касается росписи шелка, для него годятся, к сожалению, только покрой, на которых мы видим минимум швов. Понятно, что если где-то по центру или по талии у нас будут проходить швы, то мы уже не сможем, к сожалению, на месте швов расположить рисунок. Поэтому я делаю следующее. Когда я подумываю новую модель, сначала я делаю выкручку. я должна знать, что в шов не уйдет какой-то очень важный момент рисунка. Естественно, если там, где мы ушьем выточку кусочек шелка и там расположена небольшая деталь цветка или волосы, то это абсолютно небольшая потеря. Но если у нас в шов уйдет какая-то существенная деталь, то это будет просто естественно исказить весь рисунок. То есть об этом нужно думать заранее. В журнале Бурта есть много разных выкроек и мы можем искать необходимые нам уже под учетом всех этих требований. Даже где-то последние года-два я видела такую модель, которая называлась батик блузка. То есть на всю модель буквально три шва и абсолютно непрофессионально она может это тоже сделать. Итак, следующий шаг. На четырех книжках я расположила толстый картон. Сверху на картон я положила мой рисунок. То есть сейчас мы найдем правильное расположение этого рисунка на шелке. То есть в данном случае под ниточки внизу на самом рисунке. То есть наша сейчас задача правильно это все расположить. Итак, мы нашли соответствие. В данном случае наш рисунок в верхней части упирается в плечевой шов на игроке. Нашли соответствие рисунка. То есть таким образом мы идеально расположили, почти идеально, еще чуть-чуть потравим наш рисунок относительно шока. И так вот с этого момента, когда мы нашли идеальное соответствие, мы знаем, что здесь будет чуть-чуть пошире, дальше идти и пониже. У нас действительно длинная вещь в данном случае заказана. Мы вот в этом виде мы можем переносить рисунок карандашом при помощи карандаша на шелк. Итак, друзья, сейчас в данный момент я, расписывая наш рисунок, я попытаюсь осветить такой очень важный для каждого из нас вопрос, как коммерческая сторона сюжета. Вопросы, естественно, поступают много и это для каждого из нас действительно важно. Так вот, в данном случае я могу поделиться, естественно, только своим индивидуальным опытом. И поэтому я надеюсь, что каждый будет исходить уже из каких-то своих представлений. Просто то, что я заметила, я, естественно, могу вам сообщить. Итак, когда мы решаем, пытаемся заранее решить, насколько рентабельна вообще наша деятельность, если мы хотим вещи из шелка действительно продавать, мы должны учесть несколько факторов. В первую очередь, как дорого стоят материалы в той стране, где мы пытаемся продать наши вещи. Это сделать достаточно легко, посмотрев в интернете. Естественно, опытным путем можно выяснить, как много уходит материалов. в данном случае я бы сказала, что у меня уходит 2 метра шелка на такую вещь. Приблизительно 2 метра. Потом, естественно, нитки и так далее. Потом краски само собой. Красок на роспись такой туники уходит максимум 200 мл. Небольшое количество контуров, максимум 1 тюбик. И исходя из этого можно примерно рассчитать, что почем. Затем мы должны учесть, как долго мы все это делаем. Вот. То есть, на рисунок уходит очень много времени, но на раскрои и пошив, в моем случае, очень много. То есть, в данном варианте мы должны еще и знать, насколько быстро и легко мы это делаем. И в явном, в большинстве вариантов получается такая вещь. Вещь оправдывается только, если я очень люблю рисовать и вообще заниматься этим видом деятельности. Вот. Естественно, на разговоры о заказе, на выяснение размеров, на частные пожелания уходит тоже много времени. И не только шить и кроить надо любить, но и общаться с людьми. Иногда выплывают какие-то сложные вещи, уметь позитивно это все обсудить. То есть, это тоже важно. То есть, вариант для себя и для друзей однозначно оправдывается, я бы сказала. Во-первых, это счастье во время рисунка, счастье, когда возникает новая идея, хочется воплотить. Во-вторых, своим дорогим друзьям мы можем подарить шикарные вещи. То есть, вложив, предположим, те же 30 евро, получив кучу удовольствия от работы, я еще и дарю своей подруге замечательное платье, замечательную тунику или подушечку и так далее. Итак, друзья, я дорисовала мой рисунок и зафиксировала его в духовке. Теперь у нас получилось два кусочка камня. Один из них вот, это у нас часть для спинки нашей туники. Вот. Здесь у нас передняя часть. И так мы можем приступать к раскрою. В данном случае нам очень важно снова выяснить, где именно проходит наша центральная линия. То есть, на своем образце я поглядела и заметила, что частично она проходит по самому краешку вот этого вот бутона. Я помечаю это ниточкой. Здесь. Вот. И по верхнему цветку я тоже заметила. Нам очень важно воспроизвести это по возможности точно. В данном случае у нас она проходит по краешку, по краешку вот этого вот лепестка. Мы пометим это опять же ниточкой. И сложим ткань в лицевую сторону к лицевой стороне. Именно по центру. Здесь мы видим. И здесь мы видим. Так. Видим ли? Где у нас эта линия? Эта ниточка наша. Вот наша ниточка. Если мы все аккуратненько сложим, то у нас будет действительно полное соответствие тому, чего вы хотели. Так. Проверим все ли хорошо и параллельно. Тут я могу еще пару вещей сказать. Всегда, когда я раскраиваю шелк, прежде всего с этим я на стол кладу картон, потому что шелк достаточно трудно подается раскроем. И у нас получается следующее. Скользит постоянно все при любом прикосновении. Следовательно, мы стараемся этого скольжения избежать, насколько это возможно. Итак. Еще я хотела бы сказать, что когда мы расписываем крепдышин и шифон, в данном случае это сатин. Так вот, что касается крепдышина и шифона, нужно учитывать, что эти ткани садятся довольно сильно во время стирки, во время фиксирования. Поэтому всегда раскравить, конечно, нужно с серьезным запасом. Вот. Особенно это касается шифона. То есть он уменьшается, ну, процентов на 20. Поэтому это, конечно, одумчиво. Так чтобы потом не получилось размером, значит, не меньше, чем мы хотели. Итак. У меня есть выгоника. Мы приложим ее по центру. То есть так, чтобы у нас на плечевой шов. Ну, сантиметра полтора со всех сторон нужно оставлять. Здесь я, конечно же, все закреплю булавочками и при помощью очень мягкого карандаша проведу контуры. Сейчас мы заодно видим, что в шов, да, например, вытачка, у нас будет очень немного ткани и существенный, существенная часть рисунка у нас не пропадет, да, то есть тут у нас хорошо нас все устраивает. Вот. Ну, в данном случае, я надеюсь, видно, хотя, возможно, камера у меня не очень много, да, что фасоны я практически всегда делаю достаточно расклешенные. Почему? Потому что шелк все-таки достаточно сильно мнется. Особенно, если это касается сатина, когда человек сидит в машине или он сидит за столиком, ткань, если она плотно натянута на теле, действительно, действительно серьезно мнется. То есть моя задача, там где человек сидит, а в области бедер, чтобы было достаточно широко и мы могли, человек мог расправить вещь, чтобы она не мялась чересчур. Есть, конечно, виды шелка, которые не мнутся так сильно, но зачастую это шелк с эластаном или с лайкрой, а разрисовывать это безумно долго очень сложно. Конечно, это очень красивые виды шелка, но с коммерческой точки зрения они, конечно, не очень годятся, поскольку это адский труп просто. Конечно, замечательно, если у вас есть знакомая швей или вы отдаете это где-то кому-то шить, но в Германии этот вариант исключается. Если я отдам мою вещь швейную мастерскую, то ее цена увеличится сразу вдвое. Поэтому приходится либо делать самой, либо просто-напросто по ходу дела вообще не заниматься этим бизнесом. Но это, скажем так, дело выбора лично каждого. И так я это сделаю сейчас, на видеокамеру я снимать не буду, как я закрепляю, как я рисую, поскольку это действительно очень тонкая работа, нужно ни в коем случае не беспокоиться. И впоследствии, когда мы все это сделаем, мы с меточным шовом прошьем все швы. То есть шелк обязательно нужно по всем швам прометывать. Он скользит действительно невероятно. Если хлопок, мы можем более-менее приблизительно наложить один кусок на другой и прошить достаточно ровно, то шелком этот номер не проходит. Каждый шов, который будет сделан на машинке, предварительно должен быть сметан по полной длине. Во время раскроя я бы хотела еще одну маленькую деталь упомянуть. Когда я выкраю воротничок или горловину, обтачку для горловины я обязательно сажу на шелк, на наклеивающийся тканой флизелин. Делаю я это для того, чтобы наша вещь держала форму. Шелк, ткань достаточно мягкая, и поэтому, поскольку мы шьем все-таки верхнюю одежду, хотелось бы, чтобы она держала, действительно держала форму и не напоминала буквально пижамы из сатина. То есть, когда я делаю верхнюю одежду из шелка, то я обязательно хотя бы какую-то деталь, особенно сверху, сажу на тканой флизелин. В данном случае это будет воротничок. Вот. И, ну, по меньшей мере, конечно, шелк мягок, очень он драпируется замечательно, это хорошо смотрится, но мы все-таки должны видеть, что наша вещь лекарна, что это действительно верхняя одежда. Поэтому, если уж у меня получается, что нет ни воротничка, ни, или, например, горловина просто, скажем так, там легкая драпировка у нас по плану, да, то я закрепляю тогда плечики и плечевые швы или что-то такое делаю для того, чтобы мы действительно видели, что это вещь, которая держит форму и которая смотрится грациозно и элегантно. То есть, я считаю, что это очень важный момент, по крайней мере, желательный. Или это просто мое представление о хорошем стиле, наверное, так. Итак, друзья, сейчас я приступаю к пошиву. Конечно, я не буду рассказывать все детали того, как настраивать машинку, какие подбирать нитки. Все это можно без труда найти в интернете. Все это информация. Я сама, к сожалению, в данном случае не специалист. Вот. То есть, моя машинка давно настроена исключительно на шок. Вот. И, скажем так, я пользуюсь тем, что уже есть. Вот. Просто будем шить спокойненько. Единственное, что, конечно, когда мы шьем, это всегда очень важно не шить прямо по сметочной нити, а чуть-чуть в сторонке, чтобы потом все легко вытергивалось. Итак, приступаем к процессу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok